Учения прошли одновременно в четырех районах курорта. На этот раз работали комплексно по законам единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. Это значит, что в учениях в одной связке работали не только пожарные, врачи, скорые и сотрудники МЧС, но и специалисты водоканала, электросетей и представители районных администраций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения. Спасатели федеральные, муниципальные, субъектовые, все находятся здесь, до кинологических расчетов включительно. Для чего мы это все делаем? Если вдруг это произойдет, наши силы и средства должны быть готовы своевременно выдвинуться и прийти на помощь. Когда у нас идет обрушение здания от взрыва, в том числе газовоздушной смеси, или бытового газа, практически невозможно. Без экскаватора мы можем разгрести завал, но тоже проблематично. Можем вручную, но время потеряем. А под завалами могут быть люди. Поэтому инженерная техника – это важный элемент в системе, если работу организовывать. В городе она имеется. Вся техника, задействованная в учениях, предоставлена Хостинской администрации. Участие в ликвидации ЧС принял и весь районный штаб. Задачи у каждого свои, но именно здесь отрабатывается общий алгоритм действий. Цель, в первую очередь, отрабатывать взаимодействие всех служб федерального, краевого и муниципального уровня. Для того, чтобы более качественно, быстро, оперативно, эффективно, если не дай бог случаться подобного рода сценария у нас, чрезвычайные ситуации, чтобы их просто совместно ликвидировать. Эти, как говорят, побеждают подготовленные, поэтому лучше нам тренироваться всегда, чтобы такие, в принципе, не случались у нас никогда ситуации, но мы должны быть всегда готовы.